Куда я собралась? Прическу покажи. С блестками красивыми. Все, мы собрались на выступление. Прическу сказали сделать дома. Мы их наведем там. Приехать за час. В принципе, мы успеваем. Держи меня. Мы уже домой подъезжаем. Подвозили Николькину подружку, которая тоже танцует. Я поэтому не снимала. Ну что, мы лауреаты второй степени в этот раз. Да, Николяш? Вот. Танец новый. Я в шоке. Я вообще в шоке. Как можно было выучить за месяц новый танец с этими клопышнями? Они там шипели на сцене, как летучие мыши. Это было вообще просто бесподобно. Я рыдала, как обычно. Все, мы домой приехали. Вот. Я ничего не снимала. Так, кусочки вам посняла. Пока там итоги подводили. Дискотека у них была. Бесподобно станцевали. Просто вообще. Я прям плакала. Такие малыши, такие холюсенькие. Такие все умнички. У Николь уже получилось на этот раз намного лучше. Да, дочь? Она вообще крутышка в этот раз была. Пошли мы смывать мейк. Ой. У нас тепло, хорошо. И отдыхать. Доброе утро. Сегодня понедельник. Праздничный день. Но у меня он рабочий. Мы поехали к стоматологу. Да, Николяш? Куда едем? К стоматологу. Вылечим еще один зубик. Останется один. Надеюсь, еще что-нибудь там не появится. И потом я на работу. У меня сегодня два маникюра с покрытием. Погодка у нас тепло. Но очень сильный ветер. И дождь со вчерашнего вечера. И на сегодня по холоданию на пару дней. Ну, такое там, типа, до плюс восьми. И вот дожди передают. Вот такие майские праздники у нас в этом году. Так, ну что. Еще один зубик готов. Глубокий. Парез. И 250. Все стандартно. Ой. Хоть цены где-то тут. Еще один точно. И еще у нас каладин уже начинает. Короче, это какое-то нескончаемое. Подсещение стоматолога. Мне кажется, у него уже зубов столько нет. Вот. Мы записались на 21 мая. Немножко отдохнем. Чтоб мама денег подкопила. Вот. Записалась уже на будни. Потому что выходные. Я надеюсь, мы уже будем ездить на дачу. И наш папа. Все. Сейчас, наверное, они меня отрезут на работу. Или на остановку. Не знаю. Или поедет на работу. Ой, все. Буду звонить мужу. Его нет. Так. Меня привезли прямо на работу. Мы заехали. Купили на ней перекусить. И пришел спирт. С ума с лошки забрала вчера. И что там забрала? Я забрала спирт. Форм попугай пришел. А, если заказываете органайзеры в шкаф для носочков, для белья. Тоже забрала. Еще не открывала. Дома все лежит. Ссылки в телеграме оставляла. На попугайчик корм только не оставляла. Ну, в общем, я думаю, это не настолько актуально. Вот. Обычный мы берем корм на попугай. Обычный я там набираю. Полкилограмма беру. На месяце где-то хватает. Вот. Так. Девочки, я в отчаянии аж пришла. Небольшое. Мы сейчас пока из стоматологии ехали. Я решила... У меня, в общем, чек, когда выдают, я... Так, сейчас сразу разуюсь. Это у нас дождь здесь. И, естественно, грязь. Соответственно. Вот. Я эти чеки в паспорт складываю. Думаю, дай-ка подсчитаю, сколько уже у Николь во рту денег. Вот. Просто меня... Так, я вам либо говорила, либо не вам говорила уже. Не помню. Когда мы вышли со стоматологией, что у нас должен был быть один зуб еще. А рядом с ним зуб был под вопросом. Там, говорит, какая-то точка, но это не точно. И вот он один остался, больной зуб, который рядом с ним был. Он был под вопросом. И сейчас, ну, когда сделали зубик, она мне подошла, показала, говорит, ну, и вот остались вот эти два. Этот, говорит, уже точно тоже надо лечить. Потому что вот они рядом, заражают друг другу. Ну, зерой. Ну, то есть все равно кари, он же как-то заражает, соседние зубы. Все. Я просто расстроилась, потому что это еще два зуба, они один. Я уже... Я... Ладно, я. Николь уже все. Она как бы... Ну, понятно, что она себя ведет хорошо. Но с каждым разом все уже ей сложнее и сложнее себя хорошо вести. Потому что все равно это неприятно. Это, ну, малоприятное в лечении зубов. Когда тебе там сверлит и анестезию ставит. Я хотела ножницы взять, спирт открыть. Вот. И, в общем, Я расстроилась, что два еще, думаю, ну, ладно. Ну, как бы я-то понимаю, что дальше я буду с Верой ходить. То есть, вот он из моей жизни никуда не денет. А потом я сама пойду. Ну, вот. Решила подсчитать, сколько во рту. Я, если честно, в шойке. Уже 29 тысяч, девочки. Я прекрасно понимаю, мне многие там писали, что за один бутон он побольше отдают в разных регионах. По-разному. Слушайте, почему он пришел вот такой красный? Я синий беру. Кто-нибудь знает, отличается чем-то? Тоже изопропиловый. Я его использую для обезжиривания под базу. То есть, липокислой из геля есть на обжиривателе. Спиртом я протираю ногти перед покрытием. Мне кажется, что у меня так носится лучше у клиентов. И убрала праймер. И также я его наливаю еще в распилитель, дезинфекцирую перед процедурой. Но я его немножечко разбавляю водичкой, чтобы он не был таким термоязерным. Воняет отвратно. Вот в виде обезжиривания надо просто антисептик для рук с приятным ароматом заказать. Есть у вас, кстати, рекомендации, кто чем пользуется. И скидывайте мне либо артикулы, либо ссылки, либо в телеграм. Хочу антисептик для рук, для клиента взять что-нибудь приятненькое. А не с таким термоядерным. А этим я обезжириваю под базу, под подложку. Потому что он очень хорошо обезжиривает. И мне кажется, что этот обезжириватель, который у меня, он, не знаю, может, им более тщательно надо все делать. Ну, в общем, я его оставила, сняла липкой из зелья перед обедом. С этим он справляется прекрасно. Получите наш товар бесплатно в два клика. Наведите камеру с мартфона на QR-код. Слушайте. Ладно, проверим. Вот, я, в общем, посчитала, думаю, ну, капец. Я, конечно, понимаю, что, да, эта сумма в разных городах разнится сильно за лечение одного зуба. Но просто, когда ты понимаешь, что это молочные зубы, которые как бы сменятся, и как бы мы ставим пломбу не на 10 лет, а на пару-тройку лет, и все равно эти зубы выпадут, ну, просто капец. Ну, как получается, я не знаю, как это объяснить. Да, это предотвращение дальнейшего развития и всех сложностей, которые могут возникнуть. Я это адекватно понимаю, я иду. Но я не думала, если честно, что это в такую большую сумму все выльется. Но я это делала постепенно. То есть мы вот записались через три недельки. Раньше мы раза в две недели ходили. Сейчас я через три записываю, потому что хочу, чтобы вы не только, ну, отдохнула. Все равно это, ну, морально тяжело. Сегодня она пыталась немножко тоже капризничать, но в целом все, доктор справилась, как бы вылечили нормально. Вот, если бы я знала, где лечат хорошо и дешевле, я бы, наверное, попробовала. Ну, вот у нас клиника возле дома есть, там дешевле, но там не лечат молочные зубы. Все, кроме молочных зубов. В этом с Лерой мы туда сойдем, попробуем, по крайней мере, сходить. Там есть и зубной техник, нам коронку надо. В общем, посмотрим. Ладно. Все, я сейчас хочу перекусить. Я сама переволновалась, аж проголодалась. Вот, кстати, девочки, очень многие мне написали, что, типа, там, я хочу там подскинуть. Я сейчас немножко располняла, многие пишут, что я так худая, девчонки. На самом деле на камере выглядит лучше. Обычно камера прибавляет. В моем случае наоборот. И у меня очень маленькая голова, и, в принципе, у меня лицо не полнеет. У меня, ну, как бы, может подбородок какой-то второй появиться, но у меня маленькая голова. И когда я поправляюсь, визуально фигура становится непропорциональной. Маленькая голова, такие объемные руки, вот такая же. Ну, то есть, у меня вообще, в принципе, фигура такая, как песочные часы, объемные бедра. Вот, когда я поправляюсь, вот эта маленькая головочка еще, особенно когда с хвостиком зализатая. У меня волосы, в принципе, объемные, никогда не лежат. И вот, как бы, идет это все, и массивное тело, как будто голова не от меня. Поэтому я не хочу сильно худой быть. Нет, я просто, я понимаю, что чуть-чуть мне надо подскинуть, чтобы отек спал с попой, так сказать. Я не буду сидеть на диетах, морить себя голодом. Протестив, вот, четыре дня вечером я пила кефир, раньше это очень на мне хорошо сказывалось. Сейчас я поняла, от молочки на ночь с утра у меня отек на лице. И, наоборот, еще у меня на весах плюс. Вот, правильно одна девочка заметила, что я начала тренироваться, и вес, может быть, что это наливаются мышцы. Да, 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 девочки. Но у меня, я не хочу конкретно какую-то цифру на весах увидеть, я хочу себя в зеркале увидеть. Фига, там дождь разошелся. Я очень люблю дождь, очень люблю дождь. У нас тепло на улице и дождь. Я прям кайфую. Мне кажется, так уютно. Я люблю и солнце. Слушайте, дождь? Офигеть. Вот, поэтому я хочу просто себя увидеть красивой в зеркале. Вот, конечно же, спасибо вам за рекомендации про массаж, самомассаж. Да, я тоже это делаю, но периодически забиваю. У меня тоже есть щетка по скрабу, либо по гелю для душа. Я массирую проблемные зоны свои. Вот, и мне нужно выровнять кожу. И чуть-чуть, просто буквально чуть-чуть, чтобы отек спал. Потому что у нас же в основном организм состоит из жидкости. Мне не жиры, мне жидкость надо выгнать, у меня застой. Все, на ночь молочку не пью. Я кушаю, я кушаю обычно. Просто я убрала сладкое. И, ну, немножко просто буду каких-то, вот, то, от чего можно отказаться, буду отказываться, стараться. Но никаких насильственных действий в свой адрес, никакой голодовки нет, абсолютно. Я, на самом деле, дружу с собой, со своей головой, со своим телом. Но это действительно так. Я вам, конечно же, не буду показывать. Но мне нужно выровнять кожу и убрать лишь, убрать отек с организма. Пару килограмм буквально. Все. Но жиров у меня сильно нет внешне. Вот. Так что, вот, короче, ладно. Заболтала я вас. Мне нужно поставить сухожар, потому что я прошлое два дня очень активно работала. Покушать. И, наверное, сделаю себе педикюр. Потому что все-таки мы в термомира собираемся на день рождения. Вот, надо педикюр обновить. Маникюр тоже надо. Но на маникюр у меня времени сегодня нет. Вот. И буду ждать клиентку. Две клиентки, два маникюра с покрытием. До, после, обязательно покажу. Хотела сделать себе педикюр, а буду делать маникюр. Потому что не оказалось ни одного чистого комплекта для педикюра стерильного. Поэтому решила снять этот ужасный желтый цвет со своих рук. Потому что он не ужасный. Он красивый, но мне дискомфортно с ним ходить. Прям вообще. Работаю левой рукой. Новый ракурс камеры у меня. И, девочки, я пересмотрела уже видео. И я первый раз снимаю с этой вытяжкой. Вроде как. И, честно, я не знала, что она так сильно забирает фокус на себя. Очень сильно. И поэтому будут только кусочки из моего маникюра. Потому что вообще нет фокуса на ногтях. А телефон фокусируется на вытяжке. На будущее просто при съемке буду закрывать вытяжку. Всегда раньше думала, зачем девчонки закрывают вытяжку, когда снимают. А теперь я это поняла. На себе я делаю на правой руке, левой своей нерабочей рукой легкий, так, номинальный, так сказать, маникюр. Вот лишь бы просто подчистить, убрать сухость. И все, потому что все равно, как бы часто я себе стабильно не делала маникюр левой рукой, она меня все равно не слушается. Ну, она меня слушается, но я правша. Вот, поэтому здесь важно мне взять фрезу, которая будет хорошо работать. И минимум движений, чтобы это все происходило. Вот так вот раз-раз почистила лево и право, когда я чищу, я всегда вот так переворачиваю руку. Вот, мне так удобно. Ну, то есть я кручу, верчу, запутать хочу, поэтому как-то так. Камеру я не смотрю, кстати, когда я снимаю. Здесь я уже даже сделала срез, потому что на этих кадрах вообще ничего не было видно, и я решила их даже не вставлять. Спиртом я обезжириваю, ноготочки убираю, всю пыль, буду укреплять. Решила для укрепления взять себе, вот, дважды, кстати, да, протираю, особое внимание уделяю, потому что, ну, я думаю, что, возможно, отслойки у меня из-за того, что я взяла обезжириватель и не очень тщательно им обезжиривала. Обезжиривала, но я теперь под базу обезжириваю только спиртом. Обезжиривателем я снимаю липкий слой с геля передопилом. Здесь уже наношу свою любимую базу Герсона, подложку Рабер База. К консистенции к ее я привыкла, в принципе, и все нормально. Вот, и буду укреплять, укреплять буду гелем от Мика. Не знаю, почему я его выбрала, я потом, когда уже делала себе укрепление, пожалела. Почему? Потому что он же густой, ну, как бы гуще, чем некоторые мои гели. А еще и левой рукой его, в общем-то, мне было, не могу сказать, что легко нанести. Вот, я гелем работаю без переворота руки. Просто наношу гель, делаю мокрый пол, потом наношу гель, распределяю его по ногтю, делаю укрепление. И после этого еще делаю поверхностный опил. Вот, кстати, более жидкими гелями, такими как Аташи и Ариана Про, я укрепление делаю практически без поверхностного опила. Потом, ну, вот буквально кое-где, совсем чуть-чуть. То есть, я преноровилась уже к консистенции геля, и у меня получается наносить его и укреплять ногти без переворота руки. Это раз, и без обильного, так сказать, опила. То есть, у меня только легкий-легкий, очень быстрый опил. Но для этого я подпиливаю форму до укрепления. То есть, я так работаю на коротких ногтях. Если остается хоть какая-либо длина, то я, вот как и в моем случае, длину еще и форму вообще не трогала. И буду это делать после укрепления. Если клиент просит ногти в ноль, то я тогда уже делаю укрепление на опиленную форму. Один, два, три. И я все подпилила, конечно же, за кадром. И очень красивые, нежные ноготочки получились. Я сейчас. Ванная комната с тяжелой стеклянной дверью. Я первую что-нибудь нам дашь. А если у меня столько подгонов? Ну, похоже, что и на реальных. Что будем делать сегодня? А что, не знаю? Девчульки мои, я отработала. Отпустила двоих девочек. До, после вам показала. Чем работала, тоже показала. Муж мне, я вам забыла сказать, я же заказала Нелла Расходник. Я в Телеграм скидывала. Нелла Расходник это интернет-магазин. И уже офлайн-магазин есть у них. У них фрезы, перчатки, оригинальная продукция по очень хорошим ценам. Я уже заведомо знаю, что они в праздничные дни часто делают скидки. Дождалась скидку 10%. Муж заехал-забрал. Пока мы сидели у стоматолога сегодня я сделала заказ. Тут и мое, и Танюшкина. Я вам сейчас очень быстро краем глаза покажу. Потому что здесь, в принципе, все просто расходники. Вот. Чтобы просто показать и побегу домой. Потому что они за мной уже приехали. Муж мне это все занес. Вот, все, показываю. Так. Все, я пакеты уже открыла. Так, значит, масочки упаковочка. Это Танюшка заказывала. Себе я взяла большие крафт-пакеты. На самом деле дешевле, чем на Валдерсе. Вам все цены подпишу уже с учетом скидки 10%. А дешевле, чем на Валдерсе. Это я себе взяла под пикетурные кусачки и кюретки. Потом мы взяли с Саней по пачке перчаток. Я взяла, на самом деле, всего по одной пачке. Одну пачку себе. Потому что у меня бюджет сегодня был ограничен. И Танюшка взяла одну. Вот. Хотя они у них очень выгодны. И так. Вот такой пакетик. Название магазина. Просто вбиваете в угол и насказь пересоливаю. Так. Танюшка кисть заказала тоненькую. Давайте глянем. Ой, это такая же, как у меня кисть. 100 рублей всего, девочки. Она у них стоила минут 10%, соответственно, 90. Так, это Таня заказывала. Единственное, на воске у них не было скидку. Это Танюшка тоже себе заказала в домашнюю среду. Потом Таня взяла себе под фрезовые такие пикры в пакетике. И тут фрезы. Фрезы, фрезы, фрезы. И тут много фрез алмазных. Так. Сейчас я... Так, Таня взяла. По-моему, она взяла вот 4 КМИЗовских цилиндра. 0,40 диаметр. По 105 рублей. А я себе взяла цилиндры Владмива 6 штук. Диаметр только такой был. Поэтому я шлифую Владмивой. Она аппаратку делает, для аппаратки КМИЗ подходит. Потом я взяла вот такие тоже от Владмивы для педикюра. Тупое пламя обновить. Пора 3 штучки взяла. И набрала пламя. Так, это КМИЗ тоже. 0,23 обычная. С зауженным носиком не было в наличии. Я взяла от Владмивы вот такое 21 пламя. Оно идет 21. По-моему. Но по ширине как 23. Короче, взяла. Вот. Это все. Потом буду разгребать. Вставляю все так. Приеду, у меня 2 выходных впереди. У нас шел дождь. Сейчас вроде более-менее разъяснивается, что-то. Не знаю, планов на эти выходные нет, пока никаких. Я буянить начала, потому что тороплюсь. Надо уже бежать. Ждут там и дети уже в машине. Так, там я здесь все. Все. Это свое. Я оставляю все. Расгребу потом. Все, девочки. Я помчалась домой. Инструменты даже мыть не стала. Буду переодеваться. Вот. И поеду домой. Увидимся с вами уже в следующих влогах. Так. Я там вам немножко маникюр свой поснимала. Просто чисто быстро-быстро переделала. Потому что мне тут надоел. Надоел мне этот желтый. Сил нет. Поэтому взяла камуфляж. Но взяла от Мика. Кстати, про Мика. Да, девочки. Он густой. И для меня он тоже густоват. И особенно работать левой рукой. Но я сделала себе на скорую руку за 50 минут. Лишь бы, лишь бы. Не стала уже дожидаться геля Аташи. Который я заказала. Я хотела себе сделать сиреневый оттеночек с блестками. О, забыла выключить. Там забыла выключить свет. Вот. И поэтому просто на скорую руку переделала. Чтобы убрать этот желтый. И через недельку, полторы, как время будет. Просто переделаю себе тем камуфляжем, который я хотела. Все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.